38 сантиметров глубина. Сейчас очень печально здесь не проехать. Бывает, что паводок, когда дождь пройдет, здесь достигает до этого уровня. Жители иронизируют, что теперь их поселок вполне оправдывает свое название. Правда, новый пруд им подарила отнюдь не природа. Раньше в этом месте протекал ручей, впадающий в водоем. Но несколько лет назад на пути его течения построили преграду. За забором закипела стройка. С тех пор вода, которой некуда уходить, топит жителей окрестных домов. Сейчас перегорожено двумя участками, которые продали незаконно. И их отсыпают всяким мусором. У нас сейчас пруд идет через дорогу. Даже бывает, что мы не можем доехать до собственного дома. Машины либо приходится бросать на полпути, либо мириться с вечной ржавчиной. А дети вместо сменки надевают в школу резиновые сапоги. Жители говорят, что на момент размежевания участка глава поселения обожился, что никакого разрешения не давал. Даже грозился прогнать незадачливых строителей. Только вот пруд и ныне там. Оказывается, из-за того, что ручей затоплен, поднялся уровень грунтовых вод на всей территории пруднинского поселения, которое по траектории ручья находится. Люди лишились теплиц. У них затоплены подвалы, гаражи, цоколи. Они откачивают день и ночь воду. Ни местные, ни районные власти повлиять на проблему не смогли. После гневных писем южноуральцев прокуратура обязала собственников организовать отвод воды. Однако, как видно, их усилия не оправдались. Земля была мерзлой, вырыли не на большую глубину. И на этом все остановилось. И с тех пор ручеечек течет, но он не справляется с тем объемом воды, который затопил нашу улицу. В администрации краснопольского поселения проблему рукотворного озера признают. На днях готовится визит комиссии специалистов, которые должны разработать пути решения. Одним из них может стать проект новой дороги. Собственник вот именно вот этого участка, где перегородил, он даже сдвинул свои границы, чтобы люди могли выезжать. Но участок подходит вплотную к забору, там нет проезда. Скорее всего, у людей будет просто другая дорога. Вот только жителей такой вариант не устраивает. Они требуют провести гидрологическую экспертизу и пустить воду под землей. Правда, такой проект обойдется властям в несколько раз дороже. Так что, похоже, южноуральцам придется смириться с новыми обстоятельствами или учиться ходить по воде.